Здесь за юбку спрятаться не выйдет. Независимо от гендера, каждого участника ждут настоящие армейские испытания. Собрать и разобрать автомат и пробежать полосу препятствий. Это в первую очередь интересно, попробовать, что в будущем ждет наших мальчиков, научиться разбирать автомат и все такое. Один из сложнейших этапов – стрельба из пневматического оружия. Но и с ним ребята справляются на ура. Это неудивительно, ведь школьники на протяжении месяца готовились к зорнице. Зорница – это что-то такое, знаете, из детства. Потому что я, когда в школе учился, у нас тоже были зорницы. Мы и автоматы разбирали, собирали, бегали, прыгали, естественно, соревновались друг с другом. Нас так воспитывали. И то, что мы сейчас возвращаемся к этому, может, неправильно сказал возвращаемся, продолжаем эти традиции, каждый по-своему, это стоит многого. Солдаты пристально наблюдают за участниками на протяжении всей игры. Заряжают оружие, отвечают на вопросы и следят за безопасностью. Помимо физических испытаний в программе и исторических квиз, здесь уже одной грубой силы не хватит. Дети развиваются, детям интересно. Они смотрят быть солдат, как они живут, дух соревнования. Это все объединяет и, я уверен, идет только на пользу патриотическому воспитанию наших детей. Патриотическая игра проводится не только для досуга, но и несет в себе важный посыл. Почувствовать себя солдатом и, возможно, принять важнейшее решение в своей жизни. Быть военным – гордость для каждого мужчины. В этот день мальчики заглядывают в свое будущее, а девочки примеряют непривычную для них роль. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.